Танцевальный ансамбль В перерывах между репетициями будущие победители ходили в музеи, посещали выставки, любовались достопримечательностями города. Сами соревнования далеко не первое выступление коллектива. Тем не менее, участники сильно волновались. Думала, что у меня что-нибудь там не получится, но все получилось и хорошо. Переживали, нам помогала наш педагог Анастасия Вячеславовна. Благодаря ей мы справились. Самая юная участница ансамбля всего 4 года. Педагог разглядела в девочке талант и пригласила в коллектив, где тренировались ребята постарше. Но маленькая Лиза совершенно не устает. Она танцует и на репетициях, и в детском саду, и даже дома. Вы знаете, вот как сказать, даже 3 часа они приходили домой, дома занимались опять. Их вот, ну просто не остановишь. Вот дети в ансамбле, они у нас очень любят этим заниматься, всем и танцевать. И мы прокручиваем дома снова и снова эти танцы и танцуем, танцуем, танцуем. Не остановить, да, Лиза? Гордость за юных танцоров испытывают не только родители, но и педагог. Своё волнение перед выступлением детей хореограф ансамбля Анастасия Вячеславовна тщательно скрывала. А вот радость держать уже не смогла. И я стою за кулисами, прямо от меня всё, можно сказать, трясёт. Но чувство, когда они выходят оттуда с номера, у меня чувство гордости, радости за них, что они вот у меня такие вот молодцы. Успех головы танцоров не вскружил после возвращения из Питера сразу на тренировку. Теперь коллектив будет работать ещё усерднее, ведь впереди их ждёт первый отчётный концерт. А после, в октябре, ансамбль отправится на закрытый конкурс в Сочи за очередной победой. Кристина Жакот, Руслан Баталов, Новость Ульяновской правды.